Спонсор программы «Время новостей» Сочи – многопрофильная клиника «Зельцер Мед». Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. В Сочи завершается подготовка к отопительному сезону. Какие работы уже проведены? В Сочи провели мониторинг доступности среды для маломобильных граждан о выявленных нарушениях в нашем репортаже. На автобус с пассажирами рухнуло дерево. Есть ли пострадавшие, расскажем в традиционной сводке ЧП. В связи с ухудшением погоды в Сочи ощутимо похолодало. Столбик термометра днем колеблется в пределах 23-24 градусов, а ночью опускается ниже 20. Тем временем на курорте уже завершена подготовка жилого фонда и соцобъектов к отопительному сезону. Проведена промывка и опрессовка системы теплоснабжения около 2000 многоквартирных домов, 124 объектов сферы образования и науки, 38 объектов сферы культуры и 45 объектов сферы здравоохранения. Теплоэнергетики заменили около 5 километров ветхих тепловых сетей. На котельных сформирован запас резервного топлива. Как отметили в мэрии, на данный момент к отопительному периоду уже подготовлены все 1906 многоквартирных жилых домов и объектов образования, науки, культуры и здравоохранения. Необходимые регламентные работы на котельных завершены на 95%. Планируется окончить их в срок. В Сочи вторые сутки действует штормовое предупреждение. Над морем в районе курорта формируется мощный циклон. Глава курорта Андрей Прошунин провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Городские службы уже переведены в усиленный режим работы. По прогнозам, погода резко ухудшится уже сегодня ночью. Но основной удар стихии синоптики ожидают в ночь с 24 на 25 сентября. Планируется усиление ветра, сильные дожди, град и ветер. Предупреждение связано с прохождением циклона, который может повлечь за собой такие опасные природные явления, как залповое падение осадков, вероятность образования смерчей над уровнем моря. Кроме этого, усиление ветра с порывами до 30 метров в секунду. Кроме этого, есть возможность выпадения града. Реки среагируют на большое количество осадков. Есть вероятность подъема уровня рек до неблагоприятных, а также опасных явлений. По словам синоптиков, такого шторма в Сочи не было с 2005 года. Главная опасность – шквалистый ветер, который может сорвать некоторые крыши и повалить деревья. Возможен и подъем уровня воды в реках, исходы селий. Подготовку к шторму в Сочи начали заблаговременно. Там, где вероятность подтоплений наиболее высокая, уже приподняли крышки ливневок, с пляжей убрали зонты и шезлонги. Пляжи закрыли для купания. Начиная с сегодняшнего дня, 24-25, мы тогда включаем усиленный режим работы. От каждого подразделения, значит, в подразделениях должны находиться дежурные, в части тоже муниципальных образований, я имею в виду подразделений самого города и непосредственно ресурсоснабжающих организаций. Но я думаю, они это и так делают, я в части наших коллег, чтобы все были на связи 24 на 7. Завтра днем температура воздуха не выше 21 градуса, ночью до плюс 19. Жителям Сочи и туристам сложившейся обстановки рекомендуют воздержаться от похода в горы, отдыха у воды, ну и не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами. В случае чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 112. По прогнозам, погода начнет улучшаться в четверг. В Хостинском районе Сочи прошел мониторинг доступности объектов потребительской сферы для маломобильных граждан. Подобные мероприятия на курорте проводятся на регулярной основе. Сотрудники мониторинговых групп проверяют наличие, качество пантуса и подъезда к нему, а также соответствие санитарно-гигиенических мест нуждам инвалидов-колясочников. О ходе мониторинга и выявленных нарушениях расскажет Роман Нощенко. Покажите, в чем неправильность. Вот здесь вот перил, именно. Смотрите, во-первых, они должны быть одной вертикали и непрерывны по всей длине. Олег Стекольников рассказывает, что из-за неправильно установленных пандусов инвалиды-колясочники могут получить травму. Эксперт высшей категории неустанно участвует в мониторинге, проверяет доступность маломобильных групп населения в объекты потребительской сферы. В этот раз специалисты осматривают хостинский внутригородской район Сочи. Но мы пытаемся не наказывать, а не казнить. Объяснять, что давайте люди будем сейчас приводить в соответствие всем. Продавец-кассир Наталья Остридинова с семилетним опытом работы заверяет, что в их точке торговли инвалиды получают помощь от консультантов по всем вопросам. Доступ на второй этаж магазина возможен также с помощью лифта. В Сочи мониторинги по доступности к объектам для маломобильных граждан проходят два раза в неделю. В состав группы входят общественники, специалисты Департамента курортов туризма и потребительской сферы, социальной политики и социальной защиты населения, а также районных администраций города. По поручению главы города Сочи сегодня продолжается работа в области доступности для маломобильных групп населения в объекты потребительской сферы. Провели мониторинг порядка 20 объектов. В каждом объекте были выявлены ряд замечаний и определены сроки устранения. В основном сотрудники мониторинговых групп часто замечают нарушения на входной группе, неправильный угол наклона пандуса и расстояние перил друг от друга. После выявленных несоответствий руководителям предприятий направляется информация о необходимости их устранить в указанный по закону период. Роман Ноченко, Дмитрий Петри, Время новостей. В муниципальный центр управления Сочи за минувшую неделю поступило 1533 сообщения от жителей и гостей курорта через цифровые платформы обратной связи. И вот на что жаловались горожане чаще всего. 25% обращений, и это наибольшее количество, касались сферы жилищно-коммунального хозяйства. 20% тем имели отношение к отрасли благоустройства. На третьей строке вопросы, касающиеся состояния дорог в Сочи. По 7% обращений выпало на отрасли образования и экология. Завершает список обращений горожан тема работы общественного транспорта. Здесь 4% обращений от общего числа. В минувшие сутки на курорте не обошлось без происшествий. О некоторых из них расскажем в традиционной сводке ЧП. Дерево упало на автобус номер 12 в Сочи. Инцидент произошел прямо во время движения, рядом с центральным стадионом, на выезде с улицы Транспортной. Пассажиры и водитель целы. Немного помят автобус. Происшествие стало причиной автомобильного затора. На место прибыли сотрудники ГАИ, они регулировали движение. В Сочи при выезде из Мацестинского тоннеля произошло ДТП. В результате пострадал водитель белого автомобиля. Ему была оказана помощь на месте. В центральном районе Сочи участковые задержали 43-летнюю жительницу Свердловской области за кражу одежды из трех магазинов. Прогуливаясь по торговому центру, женщина выбирала одежду, снимала с нее магнитные сенсоры и прятала в свою сумку. Общая стоимость похищенного составила 30 тысяч рублей. В Сочи местный житель обвиняется в убийстве знакомого. По версии следствия, фигурант со своим знакомым находились в квартире, где употребляли спиртное. Между ними возникла ссора. Дождавшись, пока мужчина уснет, обвиняемый нанес топором множественные удары в область головы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. После этого сочинец позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Жительницу Сочи обманули телефонные аферисты. Представившись банковскими работниками и правоохранителями, они напугали женщину, сообщив, что неизвестные якобы собираются взять кредит на ее имя и похитить деньги. Чтобы избежать этого, по просьбе звонивших, Соченко оформила в банке займ и перевела 480 тысяч рублей. Оперативники Центрального отдела полиции установили одного из участников преступной схемы. 40-летнего жителя Оренбургской области задержали. Возбуждено уголовное дело. Местный житель решил приобрести абонемент на подъемник по выгодной цене. Оплату 29 тысяч рублей перевел на карту афериста. Не подозревая об обмане, сочинец рассказал друзьям. В итоге мошенник продал еще 4 скипаса, заработав около 150 тысяч рублей. В отношении афериста возбудили уголовное дело. Это время новостей Сочи. Смотрите во второй части программы. Была церковью, складом, а стала собором. Ровно 133 года назад был освящен храм Михаила Архангела, а его непростой истории в выпуске. Танцы по-русски. Самая яркая вечеринка дорожного радио прошла в фестивальном. Как это было, увидела наша съемочная группа. В Сочи подвели итоги футбольного сезона 2024 года. Какие результаты показали спортсмены и чем может гордиться курорт. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. За здоровьем в Зельцер Мед. Врачи в высшей категории. Современное оборудование. Лазерная хирургия. Доступные цены. Все это в новой многопрофильной клинике Зельцер Мед. Подробнее на сайте zelcerclinica.ru. Требуется консультация специалиста. Переводы в Армению в один миг. В приложении Фора Банка. Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. Фора Банк. Ваш банк выгодных переводов в Армению. Море, рок, мотоциклы, конкурсы, старые друзья, новые лица, палаточный лагерь, река, бар и фудкорт. Вы уже представили это? Тогда собирайтесь. Мы ждем вас. Байк-рок-фест без понтов. Автокемпинг-кашет 27 и 28 сентября. Для вас выступят лучшие кавер-бенды. Байк-рок-фест без понтов. Не пропусти лучшую вечеринку в конце сезона. Автальмоцентр Коновалова, Сочи. Весь спектр автальмологической помощи на мировом уровне. Диагностическое, хирургическое и детское отделение. Удаление катаракты по фиксированной цене. Лазерная коррекция зрения. Оперирует и консультирует профессор Коновалов. Профессиональная диагностика и лечение женских проблем. Клиника УРАПРО. Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает. Комплексно. Выгодно. Профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Спонсор программы «Время новостей» Сочи – «Открытый институт». Приглашаем получить высшее образование с отсрочкой оплаты обучения. Ветеранам боевых действий – бесплатно. Открытый институт аккредитован, и его дипломы подходят в том числе для госслужбы. Приглашаем на обучение с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление в любое время года. Свободный график обучения. Оплата после итоговой государственной аттестации. Наш сайт openvuz.org. Время новостей в эфире в студии Анастасия Цыпруш, и мы продолжаем. Ровно 133 года назад, 24 сентября 1891 года, епископ Сухумский Агафодор Преображенский осветил собор Михаила Архангела. Напомню, он является первым православным храмом на территории Черноморского округа. Сооружен собор Архангела Михаила в память окончания Кавказской войны. Он назван в честь тезоименитства его императорского высочества великого князя Михаила Николаевича Романова, наместника Кавказа. Именно с его прямым указанием после посещения Черноморского округа в мае 1871 года связывают начало строительства собора. В момент его торжественного освящения в 1891 году архитектурный комплекс включал в себя здание церкви с колокольней, церковный дом с двухэтажным флигелем, трапезную, колодцы, погреба и бассейн. Закрыт в 1934 году и передан Сочинскому курортному управлению под склад. Храм был возвращен верующим в 1944 году. За всю свою историю храм несколько раз менял свой внешний и внутренний облик. Дорожное радио представило самую яркую и зажигательную вечеринку этого сезона – дискотеку «Танцы по-русски». Песни, которые стали настоящими хитами, позвучали в концертном зале фестивальной. Радиостанция порадовала слушателей выступлениями артистов, имена которых ассоциируются с настоящей душевной, любимой музыкой. В Сочи дорожное радио уже 12 лет звучит на частоте 106,9 FM. В эфире радиостанция – актуальная дорожная информация, полезные передачи и любимая музыка, которая согревает в любую погоду. На дискотеке «Танцы по-русски» прозвучали легендарные песни, которые служители узнают с самых первых нот. Вообще прекрасно, когда у артиста есть хит, когда его любит страна. Это такие потрясающие эмоции, когда ты выходишь, котенок, например, да, ее знают, поют, и уже столько лет ее до сих пор любят. Спасибо дорожному радио, что собрали нас всех вместе. И сегодня, надеюсь, люди получат большое удовольствие от этого концерта. Все уже такие, даже вижу, нервничают, все готовятся. Поэтому, что я могу сказать? Дорожное радио – 106,9. И вместе пути. Свои хиты исполнили Никита Малинин, Кай Метов, Рома Жуков, Паскаль, Лада Дэнс, группы «Комбинация» и «Сладкий сон». Зрители услышали и песню, которой уже 21 год в новом и зажигательном исполнении. А тот, кто уже давно вырос благодаря дорожному радио, смог вновь почувствовать себя девочками и мальчиками, которым посвятил песню Рома Жуков. Котёнок Никиты Малинина погрузил слушателей дорожного радио в атмосферу нежной и романтичной юности. И это ещё раз подтверждает, что музыка, которая звучит на радиостанции, настолько разнообразна, что любая композиция занимает в сердце человека должное место. Слушатели любят дорожное радио уже долгие годы. Оно сумело объединить людей из разных уголков России. «Я слушаю дорожное радио. Постоянно в машине она успокаивает. Нет тяжёлого. Всё как бы в жизни. У нас даже всё такси, всё слушает. Только дорожное радио. Дорожное радио, почему? И советские времена, и новые жанры, и все вот эти средние. Иностранная музыка, и всякое. Все. Все каналы. Все жанры хорошие. Спасибо дорожному радио. Взяли билеты на этот концерт заранее, потому что знали, что здесь будут исполнители наши любимые, кайметов, комбинации и так далее. То есть с наших времён, так сказать, постоянно слушаю дорожное радио в машине. Очень нравится репертуар. В дорожном радио постоянно мои любимые песни. Дорожное радио давно и надолго завоевало сердца слушателей. В Сочи оно звучит на частоте 106,9 FM. И каждый день музыка скрашивает любой, даже самый долгий путь и помогает найти верный маршрут. Юлия Жукова, Валерия Асачи, Никита Агапов. Время новостей. В Сочи подвели итоги футбольного сезона 2024 года. В церемонии чествования победителей приняли участие около 2000 человек. В этом году юные сочинские футболисты стали победителями в масштабах всего Южного федерального округа. А ветераны футбола привезли на курорт кубок губернатора Краснодарского края. С площадки подведения итогов наш следующий репортаж. А мы все вместе дружно аплодируем победителям. В нынешнем первенстве города Сочи по футболу призерами и победителями стали 1200 юных футболистов. Все они получили свои награды и наставления от заслуженных мастеров владения мячом. Тренер с более чем 25-летним стажем Сергей Гурьев с гордостью говорит о высоких достижениях своих воспитанников. Впервые, что мои возраста на команды, так будем говорить, выиграли чемпионат края, выиграли кубок края и три возраста стали чемпионами своих возрастных категорий. Четвероклассник спортивной школы по футболу Дмитрий Дрожин отмечает, что добиться таких ошеломительных результатов было непросто. Левый защитник убежден, это стало возможным благодаря особой тактике на поле его сплоченной команды и тренера. Футболист, по моему мнению, это тот человек, который любит футбол, занимается им и уважается в футбол, любит в него играть, но как вид спорта. Это его самый любимый спорт для меня. Диана Машович уверена, что футбол это не только игра для мальчишек. Она с ранних лет гоняет мяч с подругами во дворе дома. Планы у девушки амбициозные, и она не видит препятствий для их достижения. Я с детства была какой-то боевой девочкой, мне нравилось толкаться, биться, играть в мяч, в волейбол, в баскетбол, выбрала футбол все-таки. Я хочу заиграть на высоком уровне за даже эту команду сборной России. Администрация Сочи уделяет особое внимание массовому спорту на курорте. В профильном департаменте убеждены, что достигнуть таких результатов в нынешнем футбольном сезоне позволил грамотный подход к делу на самом высоком уровне. Сегодня ведется большая работа по строительству спортивных объектов. И Андрей Георгиевич Прошунин, глава города Сочи, сегодня под личный контроль взял строительство всех спортивных объектов, в том числе и футбольных полей. Потому что в городе Сочи футбол можно играть круглый год, невзирая ни на погоду, ни на время года, потому что у нас все поля оснащены специальными фонарями. По словам директора департамента, сочинские футболисты считаются самыми сильными в России. Так, команды разных возрастных категорий в этом году стали победителями первенства Краснодарского края, обладателями Кубка Краснодарского края, одержали победу в первенстве Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по футболу. Сегодня в спортивных секциях курорта занимается порядка 6 тысяч юных футболистов. Всего футболом в городе увлечены свыше 20 тысяч жителей всех возрастов. Роман Нощенко, Дмитрий Говорков, Время новостей. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Я с вами прощаюсь. А самые актуальные новости курорта вы найдете в нашем телеграм-канале «Сочи-24 ТВ» и на странице ВКонтакте. Связаться с нами можно через мессенджер WhatsApp, номер на вашем экране. Эфир продолжит выпуск мировых новостей, прогноз погоды и киноафиша. Рекордные ливни обрушились на японский полуостров Нота. Местные СМИ сообщают по меньшей мере о семерых погибших. Еще двое числятся пропавшими без вести. В субботу утром в городе Вадзима за час выпал рекордный 121 миллиметр дождя. В соседнем Судзу выпало 85 миллиметров за час, что тоже стало местным антирекордом. «Вода пришла вчера и залилась в дом через эти вентиляционные отверстия». При этом Нота все еще не восстановился после огромного ущерба, нанесенного землетрясением магнитудой 7,6 в первый день нового года. Тогда в Судзу, Вадзиме и близлежащих районах погибло более 300 человек. Среди жертв нынешних ливней мужчина, который работал на реконструкции после землетрясения. Для помощи людям власти Японии направили военных. Они помогают спасательным и пожарным службам. Израильские военные заявили в понедельник, что нанесли удары по сотням объектов Хазбаллы, поразив примерно 1300 целей. По данным властей Ливана, в результате этого и предыдущих обстрелов погибло 492 человека. И еще десятки тысяч были вынуждены бежать в поисках убежища. Как сообщил контр-адмирал израильской армии Даниэль Хагари, в результате ударов были поражены склады с крылатыми ракетами большой дальности, тяжелыми ракетами, ракетами малой дальности и взрывными беспилотниками. «Это тот же тип ракет, который использовался при атаке на Мадждаль-Шамс, в результате которой погибло 12 невинных детей. Мы также нанесли удар по ракетам малой и средней дальности и БПЛА, с помощью которых можно наносить удары вглубь израильской территории, наносить серьезный ущерб городам и поселкам». Хагари добавил, что было много вторичных взрывов, когда детонировали боеприпасы, хранившиеся в зданиях. По его словам, Хезбалла разместила оружие в домах людей, намереваясь использовать его против гражданских целей в Израиле. В ответ на удары Хезбалла заявила, что выпустила десятки ракет по военной базе на севере Израиля. Как сообщили военные, сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, звучали по всему северу страны, в том числе в портовом городе Хайфа и в северной части западного берега реки Иордан. Группировка не прокомментировала утверждение о том, что прячет оружие в домах, но заявила, что не размещает военную инфраструктуру вблизи гражданских лиц. Ожидается, что обстрелы в Ливане продолжатся. В ООН продолжается неделя высокого уровня, при этом в понедельник завершился двухдневный саммит будущего. Его участники единогласно приняли пакт во имя будущего. Он включает глобальный цифровой договор и декларацию о будущих поколениях и затрагивает такие проблемы, как продовольственная безопасность и доступ к интернету для всех жителей планеты. В целом, пакт стал самым масштабным международным соглашением за много лет. Он охватил как совершенно новые области, так и вопросы, по которым не удавалось достичь согласия. Его задачей, прежде всего, будет обеспечить работу институтов в условиях современных реалий. Как отметил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, будущее для внуков нельзя строить с системой, созданной нашими бабушками и дедушками. «Я призвал к проведению этого саммита для рассмотрения глубоких реформ, которые сделают мировые институты более легитимными, справедливыми и эффективными на основе ценностей Устава ООН. Я призвал к проведению этого саммита, потому что проблемы 21 века требуют решений 21 века». В саммите приняло участие около 4 тысяч человек, включая глав государств и правительств, наблюдателей, представителей гражданского общества и неправительственных организаций. Встречи предшествовали так называемые «дни действий», в которых приняло участие более 7 тысяч человек. В течение двух дней они взяли на себя обязательство выделить сотни миллионов долларов на создание цифровой инклюзивности. Столица Венгрии, возможно, привлекает не столько туристов, как Лондон и Париж. Однако местные жители считают, что она им ничуть не уступает. Исторический центр Будапешта включен в список ЮНЕСКО. Архитектурные памятники добавляют берегам Дуная еще более живописный вид. Впечатляющие элементы панорамы – это знаковые мосты, которые соединяют холмистую Буду с равненным Пештом. Старинный городской ландшафт хранит в себе историю разрушений и созиданий. На правом берегу Дуная стоит Будайская крепость. Самая древняя часть дворца построена в 14 веке. Это самый значительный монументальный комплекс страны. Сюда ежегодно приезжают сотни тысяч туристов. «Будапешт – один из самых красивых городов в мире. У меня нет предвзятости. Я бы сказал, что он может соперничать с Нью-Йорком и даже Лондоном, Парижем или любым другим городом, поскольку это культурное место, сохранившее традиции». Поблизости можно увидеть множество зданий 17-го и 18-го веков. Они сохранились, несмотря на то, что этот район был дважды почти полностью разрушен. А на левом берегу Дуная расположился проспект Андраши. Его называют Будапештскими Елисейскими полями. Он тоже в списке ЮНЕСКО. Проспект длиной 2,5 километра соединяет площадь Ференса Диака с площадью Героев. «Я испытываю гордость, когда говорю о Будапеште или о Венгрии. Мне посчастливилось побывать в нескольких странах, но думаю, я ни на что не променяла бы Будапешт». В списке всемирного наследия ЮНЕСКО насчитывается уже более 1200 объектов, расположенных в 168 странах. При этом Европа – обладательница самого большого количества культурных и природных достопримечательностей. Впервые за шесть лет в заповеднике Чапари в перуанском регионе Ламбоеке родился анский медвежонок. Ему уже около двух месяцев, но смотрители нашли его недавно. Перед этим беременная медведица по кличке Лола ушла из мест, где её обычно видели. Специалисты считают, что она искала безопасное место для родов. «Рождение анского медвежонка очень важно. Это говорит о том, что наша программа спасения и сохранения медведей успешна. Анские медведи находятся под угрозой исчезновения и относятся к уязвимым видам». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Телеканал «Сочи-24» приглашает кинолюбителей к просмотру художественного фильма «Как назло Сибирь». Матиес после развода с женой живет как во сне, но лишь до того момента, пока шеф не отправляет его в командировку, Матиес считает, что в Сибири его ожидает снег, лёд и опасность. Но достигнув цели, он понимает, что на самом деле всё совсем иначе. Что ожидает главного героя? Зрители увидят, посмотрев художественный фильм «Как назло Сибирь» на телеканале «Сочи-24» в среду 25 сентября в 23.30. Приятного просмотра!